Мы не можем закончить обзор этой недели без упоминания о том, что на этой неделе состоялся премьерный показ «Трудно быть богом». Это картина, некое кинематографическое воплощение духа Брейгеля или Босха в лучших традициях Алексея Германа. Картину закончили, по словам его вдовы, Светланы Кармалиты, практически не тронув ни одного кадра из оригинальных исходников, ни одного добавленного или отснятого не Германа. И в этом уникальность произведения. О чем нам хотел сказать Герман, теперь уже спустя год после своей смерти? Мы спросили у вдовы режиссера про, что это, последний фильм мастера, про наше будущее, про наше прошлое или про то, как мы живем сегодня. Это какой-то странный закон в развитии цивилизации, когда она достигает каких-то своих, ну, скажем так, банально, высот и взрывается кровью, жестокостью, мерзостью. Алексей Герман всегда говорил о миссии художника, о его предназначении. Мы не врачи, мы боль. И вот, мне кажется, в этом фильме отражена боль и нашего времени, да и о том, о чем мы говорили сегодня в нашей программе. Об Украине, о жестокости, о подвигах на Олимпиаде, о несправедливости, о том, что не всегда бывает так, как мы хотим, но жить все равно надо, потому что мир неплохой, мир нехороший, он не злой и недобрый, он разный, и нужно просто любить эту жизнь, чтобы жить. Вот об этом, мне кажется, фильм. И в названии «Трудно быть богом» Герман зашифровал другой смысл. Трудно быть человеком, но им надо быть. Трудно быть человеком, но им надо быть. Трудно быть человеком, но им надо быть.